К первому сентября мы должны были завершить цифровизацию правосудия в областных и верховных судах. Это достаточно такой трудоемкий, сложный процесс, но тем не менее нам удалось это поручение выполнить, и мы теперь уже в 14 областных судах и в Верховном суде будем работать в условиях современного правосудия, в условиях полной цифровизации. Оно выражается не только в ауди и видеофиксации судебных процессов, но и в наших дальнейших возможностях. Мы запускаем единую автоматизированную информационную систему судов общей юридикции, которая позволяет нам фиксировать в режиме онлайн каждую ситуацию в каждом районном суде. Конечно, мы не могли не коснуться нынешней ситуации, состояния судебной системы, и мной было подчеркнуто, что, несмотря на, конечно, некоторые напряженности связаны с ростом административных дел в этот период, в городских судах города Минск, в принципе, ситуация рабочая, нормальная, не вызывает какой-то серьезной озабоченности. Глава государства еще раз подчеркнул, что судьи должны быть вне политики, они не могут быть членами политических партий, они не могут заниматься пропагандой, агитацией, и все, что они делают, должно быть исключительно в строгом соответствии с законом, конституцией и действующим законодательством.